Словарь трейдера Иккаунт Счет Как правило, американские брокеры открывают своим клиентам счеты следующих типов Кэш Бис Предоставление брокерского кредита Морджин С возможностью предоставления брокерского кредита и Соответственно, с возможностью проведения сделок типа продажи без покрытия и покупка с плечом Опшен Для торговли опционами По доверенности, например, в пользу несовершеннолетних Пенсионный Совместный Торговля после закрытия биржи Заключение сделок покупки и продажи акций в неурочное время, что на данный момент доступно только Профессиональным участникам рынка и наиболее крупным клиентам Арбитраж Арбитраж Извлечение безрисковой прибыли путем занятия противоположных позиций по одному и тому же Инструменту Или близким инструментам на разных рынках или временных горизонтах Непрофессионалам удается редко АСК Цена продавца Цена, по которой участник рынка согласен продать ценную бумагу, валюту и тому подобное или предоставить Средства в кредит Эссет элокейшн Размещение активов Процесс составления оптимального портфеля из инструментов различных типов Акции, облигации Деривативы С целью снижения общего риска портфеля и максимизации совокупной доходности АТС, Alternative Trading Systems Альтернативные торговые системы Наиболее быстроразвивающийся в последнее время сегмент инфраструктуры фондового рынка Представленный различными компьютерными сетями Electronic Communication Networks или ЭКНС Которые предоставляют инвесторам возможность более быстрого и дешевого доступа к рынку Наиболее Известный Инстинет, Саус, Айланд, Селектнет, Теранова и другие Эвриджин Усреднение Стратегия оптимизации средней цены бумаги в портфеле трейдера путем дополнительной покупки уже Имеющихся в портфеле ценных бумаг в случае снижения Эвриджин даун или роста Эвриджин аппик Курсовой стоимости Эй Бактестинг Тестирование на исторических данных Процесс тестирования и оптимизации торговой системы Трейдинг систем, при котором критерии входа на рынок и Выхода из него применяются к данным за несколько последних периодов Бэкап витхолдень Практика обязательного удержания налога на доходы тех инвесторов, которые не подали отчетность Свидетельствующую о том, что на них этот налог не распространяется Например, в случае, если их доходы подпадают под действие соглашения об избежании двойного налогообложения Смотри Также форм F1001 и форм W8 Бэша Критик Участник конференции в интернет, распространяющий негативную информацию о компании с целью снижения Курсовой стоимости ее акций Обратное к хипстер Бэа Медведь Участник рынка, занимающий позиции в ожидании падения стоимости бумаг, то есть играющий на понижение Бэйта Бэта Один из наиболее часто встречающихся коэффициентов, применяемых для определения рискованности Инвестиций Бумаги с бэтой один движутся в том же направлении и с той же скоростью, что и весь рынок Представленный соответствующим индексом Бэта больше одного означает более быстрое движение бумаг, чем рынка А Бэта меньше одного, более медленное Отрицательная бэта означает противоположность движения Например, бумага с Текущий бэтой минус 0,5 в настоящее время падает вдвое медленнее, чем рынок растет Бит Цена покупателя Цена, по которой участник рынка согласен приобрести ценную бумагу, валюту и тому подобное или взять кредит Броука Брокер Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение операций на рынке ценных бумаг по Поручению клиентов Делится на брокеров, взимающих наиболее высокие комиссионные и оказывающих полный Объем услуг Фулл-сервис броукас, включая участие в первичных размещениях, предоставление отчетов о компаниях И тому подобное, брокеров с ограниченным объемом услуг Дискоунт броукас или просто дискоунерс, которые взимают комиссионные средней величины, но и не предоставляют некоторых услуг Например, предоставление Рекомендации на покупку, продажу определенных типов ценных бумаг и дип дискоунт броукас, которые в основном Только исполняют приказы клиентов, не нуждающихся в дополнительных услугах Булл-бык Участник рынка, занимающий позиции в ожидании роста, то есть играющий на повышение Буэнд-холт-апроч Подход купи и держи Долгосрочная инвестиционная стратегия, основанная на предположении, что попытки предугадать подъемы и Спады ранка не приведут ни к чему хорошему, а только увеличат размер уплачиваемых инвесторам комиссионных Наиболее последовательные сторонники этого подхода даже не пытаются анализировать вероятность подъема или Падение отдельных бумаг и отраслей, а инвестируют в индекс Смотри индекс инвестин, и не закрывают позиции ни при Росте, ни при падении Би Колрейт или Броука колрейт Ставка онкольного кредита Первичная или базовая ставка кредита, предоставляемого брокером своим клиентам Как правило В зависимости от величины кредита, его типа, сроков иных условий, фактическая ставка кредита Указывается как премия, скидка в процентах или базовых пунктах по отношению к первичной ставке Кэшфлоу Поток денежных средств Разница между притоком и отоком денежных средств компании и их эквивалентов с точки зрения Гухуджета Не только наличности Используется для расчета стоимости компании Чиорнин Сбивание масла Недобросовестная практика брокеров, побуждающих своих клиентов к излишне частому открытию Закрытию позиций с целью генерации высоких комиссионных Незаконно, но пока еще встречается Колд колинг Ниспровоцированные звонки Недобросовестная практика, при которой леса, получившие ваш номер телефона, начинают назойливо Звонить, чтобы продать вам свои товары, услуги и тому подобное законодательно ограничено, но не запрещено Поэтому сильно распространена среди брокеров Контререн Трейдер, играющий против тенденции, созданной большинством участников рынка Стратегия его Поведение состоит в извлечении прибыли на откатах Рибаундс, когда участники рынка понимают, что Тенденция завела их слишком далеко и ценные бумаги сильно переоценены, сильно недооценены Кукис Небольшие пакеты данных, посылаемые на ваш компьютер с разных страниц в интернет с целями сбора Статистики о своих посетителях Большинство программ для работы с интернет позволяют блокировать их Прием, но тогда доступ к страницам многих интернет-брокеров может быть ограничен Кантри-бэскотс Страновые корзины Обращающиеся на американском рынке композитные ценные бумаги, представляющие собой индексы Фондовых рынков различных стран Дают, таким образом, большие возможности для международной Диверсификации портфеля Похоже на вебс Ссылка Си Датафэт Поток данных, например, котировок или новостей с фондового рынка Дейта Вендос Поставщики данных Специализированные фирмы, продающие котировки Как исторические, так и в режиме реального Времени, данные балансов, отчеты аналитиков и тому подобное Дайтрадинг Внутридневная торговля Стратегия поведения на рынке, которая в последнее время становится все более популярной в связи с Развитием компьютерных сетей Состоит в эксплуатации кратковременных колебаний цен на рынке Позиции часто открываются и закрываются, иногда в течение нескольких минут Как правило, брокеры не Разрешают клиентам, занимающимся этим видом торговли, переносить убыточные позиции на следующий День Дрипс или Дивиденд Реинвестмент Плэнс Планы реинвестирования дивидендов Несмотря на свое название, такие схемы позволяют акционерам компании не только реинвестировать Полученные дивиденды, но и покупать у нее акции напрямую, минуя брокера и оплачивая лишь Номинальный сбор В ряде случаев компания, принявшая такую схему, продает акционерам свои акции са Скидкой от рыночной цены Ду-диллидженс Сбор информации с целью проверки определенного проекта, физического или юридического лица Например, перед первым выпуском акций корпорации в обращение, инвестиционный банк или брокерская Компания, готовящая такое размещение, обязана проверить достоверность данных о ее контрактах Патентах, должностных лицах и тому подобное при помещении в доску объявлений Месседжборд сообщений Собрана информация и о компаниях, и их акциях, участники дискуссии помечают их сокращением ДД Ди-и Камос или Электроник Камос Электронная коммерция Продажа товаров или услуг через интернет По оценке фирмы International Data Corporation, объем таких Продаж может вырасти до 220 миллиардов долларов в 2001 году по сравнению с 2,6 миллиардами в 1996 году Эллиот Ральф Ральф Эллиот Автор популярной среди технических аналитиков волновой теории, в соответствии с которой каждый Тренд может быть разбит на 8 волн, 5 основных и 3 корректирующих, что позволяет Прогнозировать динамику цен Еом End of Message Пометка в конце кратких сообщений в конференциях интернет, означающая конец сообщения Эквити Акционерный капитал Интересно, что термином «эквитис» обозначаются акции вообще, в отличие от, например, облигаций И Fine Print Мелкий шрифт Раздел проспекта эмиссии Соглашение об открытии счета и тому подобное, содержащее информацию, которую Фирма по законодательству обязана предоставить клиентам Инвесторам и тому подобное, в отличие от того, что Набрано крупным шрифтом, такая информация не способствует рекламе Например, дополнительные или Ограничительные условия открытия счета Срок окончания привлекательных тарифов, действительных Только на время рекламной кампании и тому подобное, что и определяет величину шрифта С этим разделом нужно Ознакомиться обязательно Форма F-1001 Форма F-1001 Специальная форма налоговой отчетности, которую нерезиденты США должны заполнить и направить Своему брокеру при открытии счета для того, чтобы их доходы не облагались обязательным Альтернативным налогом и не подпадали под двойное налогообложение Заполняется на основании формы W-8 Смотри Также Backup with Holding Форм W-8 Форма W-8 Специальная форма налоговой отчетности, которую нерезиденты США должны заполнить и направить Своему брокеру при открытии счета для того, чтобы засвидетельствовать тот факт, что для цели учета они Не являются американскими налогоплательщиками и на них может распространяться действие соглашения Об избежании двойного налогообложения Смотри Также Backup with Holding Freeriding Езда зайцем Запрещенные законодательства США практика, при которой клиент открывает и закрывает В течение дня Длинные и короткие позиции по одной или нескольким бумагам, не имея возможности обеспечить их Деньгами Покупка, или бумагами Продажа Состоит в эксплуатации недобросовестными клиентами Правила Т Федеральной резервной системы США, по которому окончательные расчеты по операциям с Ценными бумагами должны происходить в течение третьих рабочих дней Например, при игре на повышение Такой клиент отдает брокеру приказ о покупке ценных бумаг без внесения денег на том основании, что у Него есть еще три дня для перевода денег в обеспечение сделки Если цена вырастает в течение дня, клиент Закрывает позицию и переводит безрисковую прибыль в другие бумаги, исходя из того, что при Последующем клиринге брокер сможет взаимозачесть покупку и продажу без использования клиентских Средств В случае снижения цены, такой клиент просто отказывается под разными предлогами от расчетов По сделке, перенося риск убытков на брокера Тем трейдерам, которые собираются активно заниматься Внутридневной торговлей, рекомендуется особенно внимательно ознакомиться с политикой их брокеров Отношение и возможности таких нарушений, так как езда зайцем может привести к значительному штрафу ТИ или ограничению операций по счету недобросовестного клиента Фундаментал аналисис Фундаментальный анализ Вид инвестиционного анализа, сторонники которого пытаются определить подлинную стоимость Инструментов зависимости от инфляции, перспектив компании или экономики в целом и других Фундаментальных факторов Стратегия поведения основывается на предположении, что рыночная цена Рано или поздно сравняется с подлинной Ф. Ген Вильям Уильям Ган Легендарный трейдер, обогативший технический анализ рядом совершенно поразительных разработок Особенно известна его работа с числами Фибоначчи и астрологическими прогнозами поведения Фондового рынка, а также так называемый квадрат Ганна Гэн Сквер По слухам, умер в нищете Get Rich Quick Skims Изобилующие в интернет всевозможные методы быстрого и гарантированного обогащения, доступное Всем желающим за минимальную плату Проверять их надежность на себе Или, во всяком случае, за свой Счет не рекомендуется Грээм Вильям Уильям Грэм Основоположник фундаментального анализа, также был в числе основателей Нью-Йоркского общества Аналитиков по ценным бумагам New York Society of Security Analysts Оставил множество учеников и Книг, написанных так, что престижнейший колумбийский университет в свое время предложил ему Преподавать не только финансы, но и английский язык Гроуд инвестин Инвестирование в акции роста Технологии инвестирования, основывающиеся на составлении портфелей из акций быстро растущих Как Правило, высокотехнологических компаний в расчете на то, что будущий быстрый рост их прибыли с Лихвой окупит цену покупки, даже если она и кажется на момент инвестирования излишне высокой Противопоставляется инвестированию в акции недооцененных компаний Валю инвестин Джи Ход Горячий Сленговое выражение для обозначения исключительной популярности Горячими могут быть и бумаги И инвестиционные стратегии и даже ведущие телевизионных передач для инвесторов Хайп Шумиха Раскрутка ценной бумаги в конференциях интернет-людьми Как просто энтузиастами, так и Спекулянтами, заинтересованными в росте ее курсовой стоимости Человек, занимающийся такой Деятельностью, называется хипстер H In the red В убытках Профессиональное выражение для обозначения убыточных операций Обратное к In the black Index investing Инвестирование в индекс Подход к инвестированию, который своими корнями уходит в теорию эффективности рынка Основан На выводе, что непрофессиональный, не тем более индивидуальный инвестор не может составить себе Такой портфель ценных бумаг Который в долгосрочной перспективе дал бы большую доходность, чем Рынок в целом Соответственно, сторонники этого подхода делают только долгосрочные вложения Только в композитной бумаге или акции так называемых индексных фондов, чьи портфели представляют Собой точно такие же корзины ценных бумаг, как и моделируемый ими индекс Например, Dow Jones 30 Или Standard & Poor's 500 Интернет-фрэнди Безумие интернет-инвесторов Недавний феномен фондового рынка США, состоящий в том, что инвесторы готовы переплачивать за Акции почти всех компаний, которые так или иначе связаны с интернет Напрочь опровергает Традиционные методы подхода к оценке стоимости акций и привел к тому, что акции таких компаний Поскочили до невиданных в традиционной экономике высот Интересно, что при этом они еще продолжают расти Инвестмент клуб Инвестиционный клуб Специальный тип юридического лица, который создается группой частных инвесторов Обычно Родственников друзей или коллег, исключительно для совместного инвестирования личных средств Дает Неплохие возможности для диверсификации из совместного портфеля и взаимного обучения В США Освобожден от корпоративных налогов И по или инишел пабли кофейн Первичное публичное размещение Выход в обращение на рынки таких ценных бумаг, которые ранее были недоступны инвесторам Например, выпуск своих акций на биржу корпораций, которая до этого являлась закрытым акционерным обществом В связи с ростом интереса к первичным размещениям, даже многие брокеры, оказывающие ограниченный объем услуг Discounted и Deep Discounted Brokers стали в последнее время предоставлять своим клиентам возможность участия в первичных размещениях Следует, однако, иметь в виду, что в связи с особенностями законодательного регулирования таких ситуаций, брокер может требовать от Клиента соблюдения определенных условий при инвестировании в ИПО Чаще всего от клиента требуется Продолжать держать в своем портфеле бумаги, купленной в ходе ИПО, в течение некоторого заранее Обусловленного периода времени 1. January effect 1. Январский эффект По налоговым соображениям, многие участники рынка фиксируют свои потери в текущем финансовом году, то есть до декабря, а потом покупают их обратно в начале нового года, то есть в январе, что и вызывает сезонный рост их курсовой стоимости. Этот феномен особенно заметен на акциям небольших технологических компаний. 2. Джоунс В литературе иногда неправильно описывается как кирк. Кей. Левередж. Плечо. Использование привлеченных средств в расчете на то, что прибыльность операции с ними превысит. 3. Стоимость заимствования 4. Именно в эту категорию попадают покупка с плечом. 5. Buy and on margin 6. Продажи без покрытия 6. Short selling 6. Liquidity 7. Ликвидность Состояние рынка или определенной ценной бумаги, выражающейся в том, что ее продажи или покупка, могут быть осуществлены инвесторам быстро и без существенных потерь в цене. В банковской сфере. Термин описывает способность банка проводить текущие платежи и отвечать по своим обязательствам. Денежными средствами. 7. Long, short positions 8. Позиции 9. Длинные и короткие 10. Занятие длинной позиции означает игру на повышение, то есть просто покупку ценной бумаги. 11. Как с плечом, так и без 10. Занятие короткой позиции означает игру на понижение, то есть продажу ценной. 11. Бумаги, взятые в кредит 12. Продажи без покрытия 12. Лосс тейкинг 13. Фиксация потерь 14. Закрытие позиции после достижения критического уровня убытков, независимо от ожиданий по 15. Дальнейшему поведению ценной бумаги 15. Очень рекомендуется 15. Лот 16. Лот 17. Полный и неполный 17. Пакеты акций, число которых делится на 100 считаются стандартными или полными 18. Раунд лот 18. Не делящиеся, неполными 18. От лот 18. Нестандартность последних в ряде случаев замедляет и затрудняет 19. Работу брокера с ними, что может повышать величину взимаемых им комиссионных 19. Лойоркань 20. Систематическое посещение одной или нескольких досок объявлений 21. Месседжбордс или Ньюсгрупп 21. Интернет с чтением помещенных туда сообщений, но без помещения своих 21. Такой скромный посетитель 22. Называется Ларкер 23. Л. Морджон кол 24. Срочное депозитное требование 24. Требование брокера, чтобы клиент предоставил дополнительное обеспечение 25. Денежные средства или 26. Ценные бумаги 26. Под сделку типа продажи без покрытия или покупка с плечом, которая осуществлялась 26. За счет брокерского кредита и привела к текущим потерям 26. Как правило, от клиента в таких ситуациях 27. Требуется предоставление дополнительного обеспечения в течение одного дня и он несет ответственность 28. За все возможные потери брокера 28. Морджон трейдинг 29. Торговля с маржей 30. Занятие как длинных, так и коротких позиций с использованием брокерского кредита 31. Как правило, при 31. Покупке большинства акций 31. Кроме тех, цена которых ниже 5 долларов и некоторых других, вам 31. Достаточно иметь на счете только половину суммы сделки, вторую половину вы получаете взаймы от 32. Брокера 31. Боин он морджин При занятии коротких позиций, вы продаете акции, взятые в кредит у брокера 32. Шорт сейл 32. Маркет мейкер 33. Профессиональный участник внебиржевого рынка 33. Например, системы NASDAQ и альтернативных 33. Торговых систем, отвечающие за поддержание ликвидности по определенной ценной бумаге 34. Обязан 34. Выставлять котировки как на ее покупку, так и на продажу, чтобы не происходило на рынке 35. Маркет тайминг 35. Ловле рынка 35. Совокупное название всех инвестиционных стратегий, основанных на активной торговле ценными 36. Бумагами в попытке использования как его роста, так и падений 36. Противопоставляется инвестированию 36. Индекс 37. Смотри 37. Также Buy and Hold Approach 36. Индекс инвестин 37. Момо стак 38. Акции инерции 38. Сленговое выражение, которое участники конференции интернет используют для описания акций с 39. Высокой инерцией 39. Моментум движения цены 40. Мани маркет фонд 40. Фонд денежного рынка 40. Вкладывает средства в высоколиквидные инструменты 40. Типа межбанковских депозитов и казначейских 40. Обязательств 41. Считаются очень ликвидными и крайне малорискованными, хотя и дают доходность выше 41. Чем по текущим банковским счетам 42. Такое сочетание делает их очень привлекательным для 42. Краткосрочного хранения временно свободных средств инвесторов 42. Mutual Fund 42. Взаимный фонд 43. Компания, размещающая средства инвесторов в различные инструменты 43. В зависимости от типа фонда 44. Его ценные бумаги 45. Акции или паи 45. Могут котироваться на бирже или продаваться и покупаться 46. Участниками рынка по стоимости приходящихся на них активов из портфеля фонда 46. Net Asset Value 47. Плюс, минус наценка или скидка 47. Лот из которой и складывается вознаграждение управляющего фондом 47. Пэм 48. Наст 48. Национальная ассоциация дилеров фондового рынка США, являющаяся саморегулируемой организацией 49. В какой-то степени явилась прообразом 49. В зависимости от капитализации и объема операций с их акациями, котирующиеся в ней эмитенты попадают в 49. Секции National Market 49. Крупные компании и Small Cap Market 49. Средние 49. Совсем мелкие или 49. Малоликвидные компании торгуются в системе АТК Буллитон Борд, которая формально частью Насдак 49. Не является 49. Нейронной сети 50. Компьютерные программы, основанные на применении искусственного интеллекта 50. В силу своей 50. Способности к самообучению, широко разрекламированы как очень мощный инструмент прогнозирования 50. Поведение рынка 50. Несмотря на то, что статистически достоверная эффективность их применения до сих 50. Пор не подтверждена документально, неплохо продаются 50. Н. ОУТИ или ОФТОПИК 50. Не по теме 51. Специальная пометка в сообщении, помещенном в доску объявлений 51. Месседжборд, который делается 52. Для того, чтобы показать, что автор намеренно уклонился от обсуждаемой в данный момент темы 52. Те, кто 53. Не хочет от нее отвлекаться, помеченные таки образом сообщения просто пропустят 54. Ордер 54. Приказ на исполнение той или иной операции по счету 55. В отечественной литературе может также 55. Переводиться как ордер, заказ, и заявка 55. Бывают самых разных типов, которые к тому же различаются 55. В зависимости от вида рынка и инструмента 55. Кроме того, набор доступных типов приказов 55. Брокеров также может быть развлечен и может включать 56. Особенно на фьючерсном рынке достаточно 56. Экзотические приказы 56. Не отдавайте приказов, в терминологии и смысле которых не уверены на 100 57. АТК или оверзэкаунта маркет 57. Внебиржевой рынок 58. На практике, чаще всего этим термином обозначают NASDAQ. Олм. Паркин. Парковка. 58. В финансовой отрасли, профессиональное выражение на Уолл-стрит, означающее перевод 59. Непроинвестированных денежных средств в приносящий доход высоколиквидные инструменты. 59. Например, фонды денежного рынка, то есть практически то же, что и с ВИП. 60. В интернете термин означает «услугу», которую оказывают регистраторы новых веб-адресов. 60. Состоит в том, что фирма-регистратор указывает в 61. Заявки на адрес новой страницы в интернет свой сервер, а не клиентский, что особенно полезно тем 61. Клиентам, у которых вообще еще нет своего сервера, они могут зарезервировать себе требуемый адрес. 62. Веб-страницы на будущее «Пингшит», «Пеннистакс». 62. Два названия, применяемых для обозначения акций, котирующихся в системе АТК «Буллетонборд». 63. Как? 63. Малоликвидные, они котировались в докомпьютерную эру в распространяемых брокерами бюллетенях. 64. Специально отпечатанных на розовой бумаге, отсюда и термин «розовые листки». «Пингшит». 64. Когда хотят подчеркнуть их невысокую стоимость, используется термин «пеннистакс», то есть буквально копеечные. 65. Акции. Характеризуются высоким риском, большим разбросом цен покупки и предложения. 66. Битаск. Спред, и крайней нестабильностью поведения. 66. Портфолио утиор нового. Оборачиваемость портфеля. 67. Измеряется в процентах в год и указывает, какая доля портфеля прошла полный цикл. 67. То есть была и продана, и куплена. 68. Высокая оборачиваемость может являться указанием на сбивание масла. 69. Чиорнин. 69. Профит-тейкинг. 69. Фиксация прибыли. 69. Закрытие позиции после достижения запланированного уровня рентабельности, независимо от ожиданий. 69. По дальнейшему поведению ценной бумаги. 69. Позиционная торговля. 70. Стратегия поведения на рынке, при которой трейдер занимает длинные или короткие позиции на срок от 70. Нескольких дней до нескольких лет. 70. Как правило, противопоставляется дайтрединг. 71. Программ трейдинг. 71. Торговля по программе. 72. Вид интенсивной торговли ценными бумагами с активным использованием компьютерных моделей. 73. Сетей с целью эксплуатации арбитражных возможностей. 73. Этот тип операций часто обвиняют в том, что он 74. Приводит к повышению нестабильности. 74. Волатилоты, рынка, поэтому существуют специальные правила. 75. Раскрытие информации о таких операциях. 75. Pump&Dump. 76. Раскачивание рынка. 76. Популярная в интернет практика, при которой недобросовестные трейдеры всячески рекламируют. 77. Купленные ими заранее ценные бумаги с тем, чтобы сбросить их доверчивым инвесторам в момент. 77. Наивысшего интереса по существенно возросшим ценам. 78. Смотри. 79. Также B-Shay Hype. 79. P. Quantitative analysis. 79. Квантитативный или количественный анализ. 79. Вид инвестиционного анализа, основанный на сложных расчетах с использованием фундаментальных. 79. Данных. 80. Применяются как сырые данные балансов и отчетов, так и уже рассчитанные коэффициенты. 80. Мультипликаторы и т.д. При таком анализе компаний, качественная оценка. 80. Например, насколько сильны связи вице-президента по сбыту или каковы шансы компании выиграть затянувшийся судебный процесс. 80. Не используется, отсюда и название. 80. Квот. Котировка. 80. Бывают самых разных типов, например, исторические. 80. Хисторикл и дневные. 80. Исторические. 80. Представляются в виде базы данных, в которых указаны как минимум 5 параметров за каждый интервал. 80. Времени. 80. Параметрами являются максимальная цена за этот интервал. 80. Хай – минимальная. 80. Лоу. 80. Начальная или цена открытия. 80. Опен – последняя или цена закрытия. 80. Клоуз и объем сделок. 80. Волюм. 80. Обычно, индивидуальному инвестору достаточно базы, в которой за интервал времени принят один. 80. Биржевой день, то есть его историческая база данных по определенной бумаге будет включать по 5. 80. Цифр за каждый биржевой день в течение, скажем, последних 5-10 лет. 80. Финансовые институты. 80. Предпочитают иметь базы с интервалом в 5 минут или даже меньше, что резко увеличивает объем. 80. Хранимые и обрабатываемые информации. 80. Дневные котировки, которые включают те же параметры, также. 80. Различаются по методам передачи. 80. Бесплатно передаются котировки по итогам дня. 80. End of the day или. 80. Adquotes, или текущие котировки, передаваемые биржами и торговыми системами с задержкой в 15-20. 80. Минут. Delayed. Получение котировок в режиме реального времени. 80. Реал-тайм, требует регистрации на. 80. Биржи или биржах и оплаты сбора, величина которого зависит от вашего статуса. 80. Индивидуальный или. 80. Профессиональный инвестор, и количество торговых площадок, с которых вы хотите получать котировки. 80. Кроме этого, система NASDAQ за дополнительную плату предоставляет доступ к котировкам второго. 80. Уровня. 80. Левел второе. 80. Такая функция дает вам возможность видеть на экране своего компьютера не одну, только последнюю сделку, но и все котировки, выставленные на данный момент по этой бумаге всеми ее. 80. Маркетмейкерами. 80. На использовании этой возможности построен целый ряд интересных стратегий, применяемых в основном при внутридневной торговле. 80. Кью. Рейшиолс. 80. Коэффициенты. 80. Рассчитываются по данным из отчетности компании и применяются для анализа ее финансовой деятельности и оценки привлекательности инвестиций в ее акции. 80. Наиболее часто применяются коэффициенты ликвидности. 81. Ликвидоты, прибыльности. 82. Профитабилити и зависимости от привлеченного капитала. 82. Ликвидность оценивается по. 83. Величине рабочего капитала. 84. Воркинг капитал. 84. А также коэффициенту текущей ликвидности. 84. Соррент рейшиол. 85. Отношению величины текущих активов к текущим пассивам и так называемому быстрому коэффициенту. 85. Квик рейшиол. 86. Отношению текущих активов минус запасы и незавершенное строительство. 86. Последний также. 86. Иногда называется тест лакмусовой бумажки. 87. Ассет тест рейшиол. 87. Зависимость от привлеченного капитала. 87. Измеряется по соотношению заемного и акционерного капитала фирмы. 88. Дэд эквати рейшиол. 88. И отношению активов. 88. К пассивам. 88. Лаебилитис, эссетс. 89. Для оценки прибыльности применяются коэффициент доходности акционерного. 89. Капитала. 89. Роу или ретерн нон эквати. 89. Отношение чистой прибыли компании к акционерному капиталу. 90. Коэффициент прибыльности использования активов. 90. Роу или ретерн нон эссетс. 90. Отношение чистой прибыли к суммарным активам и показатель маржи воловой или чистой прибыли. 90. Гроус профит морджин и нет профит морджин. 90. Кроме того, применяются и многие другие коэффициенты, например коэффициент выплаты дивидендов. 90. Дивиденд payout ratio, показывающий какая часть прибыли компании направляется на выплату дивидендов. 90. Коэффициент реализации или прибыли на одного сотрудника компании. 90. Сейлс пер эмплойи или нет профит пер эмплойи и тому подобное. 90. Следует иметь в виду, что сами по себе коэффициенты еще недостаточны для адекватной оценки компании. 90. Для полноты картины требуется их сравнение с аналогичными коэффициентами в среднем по отрасли и по конкретным конкурентам. 90. Ребаунд. Откат. Смена направления движения цен на рынке после того, как долгосрочная тенденция их роста или падения, привела к тому, что участники рынка считают сложившиеся цены слишком высокими, слишком низкими. 90. Рекреэйшнл инвеста. Досужий инвестор. Тип инвестора, особенно частного, который, сам того не сознавая, играет на рынке не столько для того, чтобы получить прибыль, сколько для того, чтобы было о чем похвастать друзьям, чтобы пощекотать нервы и тому подобное. 90. Само по себе не так страшно, но важно не заигрываться. 90. Регреэйшн Си. Правило Т. Правило, в соответствии с которым Совет Управляющих Федеральной Резервной Системы США. Федал. 90. Резерв Систем, определяет величину брокерского кредита и на какие бумаги он может распространяться. 90. Настоящее время кредит может составлять до 50%. То есть, при покупке с плечом клиент должен оплачивать не менее половины суммы сделки, вторую половину взяв в кредит у брокера. 90. Релатив Стрэнгс. Относительная Сила. Фундаментальный показатель привлекательности ценных бумаг за определенный период, например, за год. 90. При. Его расчете, все ценные бумаги ранжируются в зависимости от того, насколько они выросли за этот период. 90. Наиболее выросшим присваивается ранг 100, а наиболее упавшим – 0. 90. Следует отличать от технического. Показателя с похожим названием индекс относительной силы. 90. Релатив Стрэнгс Индекс или РСи. Руки. Чайник. 90. Относиться как к инвесторам, так и к пользователям интернет соответствующего уровня квалификации. 90. То же. Что и Нуби. 90. Раунд-трип. Туда и обратно. 90. Так как позиции по фьючерсам, в отличие от акций, опций ионов или облигаций, подлежат обязательному. 90. Закрытию брокера по фьючерсам обычно котируют свои комиссии сразу за две сделки – покупка и продажа. 90. Такая комиссия и называется Раунд-трип. 90. Р. Ским. Жульничество. 90. В интернет встречается в тех же формах, что и во внекомпьютерной жизни. 90. Пирамиды. Понзы скимс. Письма-цепочки. 90. Чейн-леттерс и тому подобное. О появлении особенно возмутительных случаев можно узнать на 90. Веб-страница американской комиссии по ценным бумагам. Там же приведены адресы организаций, куда 90. Рекомендуется обращаться, если вы столкнулись с случаем потенциального жульничества. 90. Скриннин. Фильтрация. Процесс выбора потенциально интересных вам акций из всей базы данных. 90. Юниверс. Состоит в. Последовательном применении к базе ряда систем и фильтров. 90. Скриннин. Лучшие базы данных позволяют. 90. Задавать практически любые типы операторов. 90. Да и или, не и тому подобное, и фильтров. 90. Формальные. Например, выбрать только те остальные компании, которые учреждены в Нью-Йорке, фундаментальные. 90. Например, выбрать все компании, кроме тех, у которых мультипликатор PB больше единицы или 90. Коэффициент ROWE меньше 10, и технические. Например, выбрать только такие компании, у которых 100 хастик больше 80, RC негативен. Следует иметь в виду, что узкоспециальный характер этого термина постоянно приводит к конфузам. 90. Шорт-селлинг. Продажи без покрытия. Обратно покупки с плечом. 90. В ожидании падения акций, вы можете их продать, взяв эти акции взаймы у 90. Брокера. Операция завершается, когда вы купите эти акции на рынке. Идеально, дешевле, чем продали, и 90. Вернете брокеру. В разговорной отечественной практике также встречаются термины «зашортите». Шортится, не соответствующие нормам литературного русского языка, но означающие то же самое. СИПК или Securities Investors Protection Corporation. Корпорация по защите инвесторов. В ценные бумаги. Квази-государственная организация в США, членом которой является каждая брокерская фирма. Страхует. Клиентов-брокеров от нерыночных потерь. Банкротство брокера, непоставка бумаг контрагентам по сделке. И тому подобное, на сумму, не превышающую 500 тысяч долларов. Как правило, брокер дополнительно страхует. Клиентов за свой счет еще на несколько миллионов в коммерческой страховой фирме. В любом случае. Рыночные риски. Неугаданный тренд. Падение курса на новостях и тому подобное, естественно, не страхуются. СПЭМ. Агрессивная реклама путем массовой рассылки рекламы по адресам электронной почты. В силу. Дешевизны такой рассылки, недобросовестные рекламодатели имеют возможность направлять свои сообщения по сотням тысяч и даже миллионам адресов, где они, естественно, крайне негативно воспринимаются получателями. Человек, занимающийся такой деятельностью, называется спамстер. СПЭПЭС или штандарт энд ПУРЭС депозитери ресиц. Обращающиеся на американском рынке композитные ценные бумаги, представляющие собой индекс. СП-500. СП-500. Так же, как ПАИ или акции индексных взаимных фондов, дают большие возможности для диверсификации и портфеля, поскольку представляют собой долю в корзине, составленной из акций. Эмитентов, входящих в соответствующий индекс. Однако, в отличие от ценных бумаг фондов, продаются без наценок и выкупаются без скидок. Кроме того, в отличие от фондов открытого типа, имеют текущие котировки в реальном времени, а не после закрытия биржи. При этом, с ними можно проводить операции. Типа продажи без покрытия и покупка с плечом, которые невозможны при работе с ценными бумагами. Фондов. По созвучию, на профессиональном сленге Уолл-Стрит называются пауками. Спайдерс. Похоже. На вебс и каунтри баскетс. Сплит. Дробление. Своего рода разбивка акций на несколько. Напрямую не влияет на величину вашего портфеля. Например. При дроблении 2.1, вместо одной акции, котирующейся по 70 долларов, вы получите 2 по 35. С. Применяется тогда, когда курс акций сильно вырос, что затрудняет работу со стандартными лотами в силу. Их значительной стоимости. Косвенное влияние, однако, есть, так как воспринимается рынком как. Положительный признак дальнейшего роста. Обратная ситуация называется по-английски реверс сплит, что. Несколько нелогично принято переводить как обратный сплит. Формально, он также не влияет на. Совокупную стоимость акций в портфеле. Например, при обратном сплите 2.3 вы получите за 3 акции. Стоимостью 10 долларов 2 новых по 15. Рынком воспринимается как негативный признак. Ти плюс 3 Рул. Правила Ти плюс 3. Действующие в настоящее время на американском фондовом рынке правила, в соответствии с которым. Все денежные расчеты по сделке с акциями и их поставка должны быть завершены в течение трех рабочих дней с момента ее заключения. По ходу дальнейшей компьютеризации рынка, все чаще и чаще. Поговаривают о предстоящем в ближайшем будущем переходе на схему Ти плюс 2. Техникал аналисис. Технический анализ. Вид инвестиционного анализа, сторонники которого считают, что вся доступная информация об инструменте уже отражена в его цене и объеме операции с ним, соответственно графике, изучение, которого и достаточно для предсказания дальнейшего поведения цены. Тик. Тик. Минимальная величина изменения цены бумаги на рынке. В настоящее время, в зависимости от типа и стоимости ценной бумаги, шаг цены может составлять 1 дробь 16, 1 дробь 32, 1 дробь 64 доллара и так далее, хотя в перспективе. Ожидается переход на десятичную систему, при которой тик составит 1 дробь 100 доллара. При передаче. Оперативной информации о движении цен также используются термины аптик. 1 тик вверх и даунтик. 1 тик вниз. Тика. Тикер. Ползущие по электронному таблу или экрану компьютера оперативная лента с условными обозначениями инструментов, их цены и объема сделок. Символьное обозначение акций также может называться тикер, например, акциям компании АД присвоен тикер ТИ, а акциям компании Майкрософт. МВТА. Артер, как правило, имеют тикер из пяти символов, заканчивающийся на ВАЙ. В США считается очень престижным иметь тикер из одного-двух символов. В Германии, однако, тикеры составлены из цифровых, а не буквенных символов, что несколько снижает удовольствие от трейдинга. Трейдинг-систем. Торговая система. В инвестировании, означает набор правил, в соответствии с которым трейдер занимает длинные или короткие позиции. Может, например, иметь такой вид. Покупать 100 акций IBM каждый понедельник и продавать по 200 акций каждый раз, когда стахастик пробьет уровень 85. Такой набор правил легко формализуется, а потому подается программированию, тестированию и оптимизации. В компьютерной отрасли термин применяется для обозначения совокупности сетей, компьютеров и программного. Обеспечения, используемых для электронного заключения сделок с ценными бумагами. Си. Юнит. Может означать пай во взаимном фонде, а также специальный блок, составленный из ценных бумаг. Различных типов. Например, при размещении своих бумаг на рынке корпорация может их предлагать инвесторам блоками из одной акции и одного варанта, или одной акции и двух варантов, или двух акций и одного варанта и так далее. Такая продажа в нагрузку может осуществляться со скидкой. Кроме того, обладатель блока может его расщепить и продавать его компоненты по отдельности. Ю. Валиу. Полезность, стоимость, сумма, сына и ценность. Валиу инвестин. Инвестирование в недооцененные акции. Технологии инвестирования, основывающиеся на составлении портфелей из акций временно непопулярных. И недооцененных компаний в расчете на то, что в будущем рынок признает их потенциал и, соответственно, оценит их выше. Приверженцем именно этого стиля инвестирования являются Уоррен. Байфит. Противопоставляется инвестированию в акции быстро растущих компаний. Гроуд инвестин. Волотилота. Нестабильность. Поведение ценной бумаги, характеризующиеся значительным и, или частым изменением ее рыночной. Цены, особенно если такие изменения не связаны с рыночными или иными внешними факторами. Будучи наиболее рискованными, такие бумаги в то же время предоставляют активным трейдерам наибольшие возможности для получения прибыли. 5. Воллпейпа. Обои. Сленговое выражение для ценных бумаг обанкротившегося эмитента или бумаг, потерявших свою ценность в силу каких-либо иных прискорбных обстоятельств. 6. Вик Хэнс. Дословно, слабые руки. Собирательный термин, применяемый для указания на тех инвесторов, которые спешно избавляются от своих бумаг при краткосрочных падениях их курсовой стоимости. 7. Вебс или World Equity Baskets. Обращающиеся на американском рынке композитные ценные бумаги, представляющие собой индексы фондовых рынков различных стран. Дают, таким образом, большие возможности для международной диверсификации портфеля. Похоже на Country Baskets. 8. Вайер. Термин применяется для описания практически всех сетей и может означать почти все, что угодно. Начиная от новостных лент информационных агентств. Чаще всего, до телеграфного перевода средств на. Брокерский счет. Реже. W. 10. Yahoo. Название крупнейшего поискового сервера в интернет, выросшего в одной из наиболее посещаемых. Страниц. Типично американская история успеха двух недоучившихся студентов, начавших бизнес в гараже и ставших мультимиллионерами. Вообще говоря, как зарегистрированная товарная марка, термин. Переводу не подлежит, но за ним стоит очень характерный пример неформального подхода к названиям. Веб-страниц. В английском, это слово представляет собой восклицание типа русского обана, но также. Может означать хамоватое, невоспитанное и вообще недостойное создание вроде Йоху, описанных. Свифтом в путешествиях Гулливера. Сами же основатели компании объявили о том, что оно. Представляет собой аббревиатуру от Йетэ Назэ Хайраркокл Офисиал Соракл, что можно перевести как и. Еще один иерархический оракул, навязчиво предлагающий свои советы. Item. Yield to maturity. Сокращение, применяемое в отчетности по облигациям для обозначения доходности к погашению. Y. Z.